Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 2 июня. Все необходимое обследование в детской поликлинике более 80 детей уже успели пройти диспансеризацию. Вопрос аварийного корпуса будет решен. Капитальный ремонт многоквартирного дома в поселке Цзау намечен на следующий год. Достойная оценка от театралов на сцене Госдрамтеатра с аншлагом прошла премьера спектакля «Дон Жуан». В детской поликлинике продолжается диспансеризация. Обследование занимает около двух часов, включает в себя все необходимые рентген-мероприятия и смотр специалистов. Результаты выдаются на следующие сутки. По ним врачи определяют, нужны ли дополнительные исследования или лечение. Репортаж Стелы Бязровой. Уже более 80 детей успели пройти диспансеризацию в детской поликлинике. Акция приурочена ко Всемирному дню защиты детей и началась 25 мая. В основном диспансеризация проводится для детей-инвалидов, детей из малоимущих семей, учащихся в школы-интерната. С начала диспансеризации, то есть 25 мая, уже осмотрено 80 детей. Я считаю, что это хороший показатель. Почему? Потому что за этот период прошли еще спортсмены диспансеризацию, прошли абитуриенты диспансеризацию. И сейчас проходят у нас углубленный медосмотр дети, которые в сентябре будут обращаться, устраиваться в школу. Поэтому эти дети тоже со счетов не снимаются. Но я не буду говорить общее количество, но именно дети, запланированные по данным категориям, инвалиды и сироты, их 80 на сегодняшний момент. То есть на май месяц. Прохождение диспансеризации мало чем отличается от простого медосмотра. Пациент получает специальную карту, где указаны кабинеты и процедуры, которые ему необходимо пройти. Диспансеризация проходит в несколько этапов. Сначала детям делают лабораторные исследования, то есть берут анализы, дали по списку ЭКГ, рентген, УЗИ и, конечно же, проверка узкопрофильных специалистов. По словам Ларисы Ханикаевой, диспансеризацию проходят и дети из района в республике. Более того, пройти полное обследование могут все желающие. Помимо того, что у нас обозначена определенная группа детей, в народе, когда услышали, что проходит диспансеризация, к нам обращаются и совершенно другие дети, которые не подлежат под эту категорию. Мы, конечно, никому не отказываем, обязательно их осматриваем. Это уже в живую очередь, потому что записи у нас к специалистам нет. Ну вот, посмотрим, как получится. Я считаю, что я не буду подводить какие-то промежуточные итоги, конечно, мы будем подводить, но объявлять конец диспансеризации, я считаю, что этого не будет. Потому что все желающие и все нуждающиеся в этой диспансеризации должны пройти в то время, какое их устраивает. Мы, конечно, в любом случае будем их подтягивать оперативнее это все пройти, но, тем не менее, конца, сказать, что вот такого-то числа будет конец в проведении диспансеризации, конечно же, нет. В среднее время прохождения диспансеризации два часа. После этого пациенту предстоит ждать результатов, которые готовы, как правило, уже на следующие сутки. А по результатам будет понятно, нужны ли дополнительные исследования или лечения. По словам Ханикаевой, за время диспансеризации была выявлена только одна серьезная патология. В основном у детей встречаются болезни нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Стелла Бязарвазауруста и Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В столице около городского озера в Канаве обнаружен труп мужчины. Им оказался 50-летний Николай Кабисов. На место происшествия после звонка в 13.14 выехали сотрудники МЧС. Здесь отметили, что при предварительном осмотре трупа не было обнаружено признаков насильственной смерти. Как ранее сообщило информационное агентство РЭС, очевидец ЧП – подросток, проходивший мимо озера с собакой, которое и обнаружило в Канаве вблизи озера мужчину. Жители пятиэтажного панельного дома поселка Адзал длительное время поднимали вопрос об его аварийном состоянии. В декабре прошлого года в ходе встречи с населением президент поручил оценить состояние многоэтажки и выдать экспертное заключение. Работа в этом направлении проделана. Выяснилось, что корпус подлежит капитальному ремонту, который будет начат в следующем году. Подробности далее. Многоквартирный дом в поселке Адзал планируют внести в следующую инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии. Жители пятиэтажного панельного дома в райцентре долгое время поднимают вопрос об его аварийном состоянии. В декабре прошлого года президент побывал в поселке и встретился с населением. Тогда он сказал, что власти пригласят специалистов, которые смогут оценить состояние многоэтажки и выдать свое заключение. Дом был построен в 1989 году и пострадал во время землетрясения. Это пятиэтажный панельный двухподъездный дом с 20 квартирами. Одесса, Татар, Вифаста и текущий ремонт, Айскотт и Кришан-Ройфт, окна после войны 2008 года поменяли все. Помимо ущерба, который нанесло землетрясение, близко к дому расположены грунтовые воды. Подвалы постоянно затоплены и квартиры отдают сыростью. Из 20 семей на данный момент в доме проживают только семеро. Именно они долгие годы добиваются решения возникших проблем. По факту же, шара не больше семи семей, то есть авто козагам в 20-й и на квартир отдасты пустующие, а на тоже пустующие кашинай, удовольствия незаконно заняты. Была приглашена экспертная организация «Сев васят-проект», который является одной из лучших в России. В заключении организации отмечено, что при эксплуатации по назначению многоэтажка является безопасной, но подлежит капитальному ремонту. Несущие стены нормальные. И если следовать рекомендациям этих специалистов, то дом подлежит ремонту. После этого они уже обратились напрямую к президенту при встрече с населением в Джавском районе, когда у него проходила встреча. Уже в 2022 году начнется капитальный ремонт дома. Будет проведена необходимая работа, чтобы жители смогли жить в комфортном доме безо всяких опасений. Также будет построена дренажная система, которая устранит проблему с сыростью. Капитальный ремонт дома позволит также решить проблему с выдачей квартиры для очередников. Жители верхней части села Дмени столкнулись с отсутствием водоснабжения. О своей ситуации они уведомили соответствующие инстанции. С целью определения причины на место выехали сотрудники ЖКХ и РУВД администрации Цхинвальского района. Выяснилось, что линия работает в штатном режиме. Вопрос в другом. Подробности в репортаже Оксаны Чуэвой. На днях жители верхней части села Дмени спожаловались на отсутствие водоснабжения. По их словам, водопроводная линия, проведенная прямиком из села Уанат, не функционирует. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками ЖКХ и РУВД администрации Цхинвальского района выехала на место для установления причины отсутствия воды. Как оказалось, линия работает в обычном режиме, проблема в другом. Село расположено на склоне, и когда в нижней части оставляют краны открытыми, в верхней части остаются без воды. Продолжение следует... Сотрудники ЖКХ вместе с сотрудниками милиции провели рейды по выявлению жильцов, которые не закрывают краны. Мы посетили почти 20 домовладений, и практически во всех домах вода через шланги шла прямо в огород. Продолжение следует... Во многих домах краны сломаны и не закрываются. В ближайшие дни сотрудники ЖКХ поменяют их. Эта линия предназначена для пользования как питьевая вода. По словам сотрудников милиции, такие рейды будут проводиться чаще. Жители села были предупреждены, что недобросовестных будут штрафовать. Оксана Джуэева, Олимпия Теев, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня. В Министерство культуры и научно-исследовательский институт обратилась гражданка республики и сообщила, что на ее земельном участке обнаружены старинные погребения. Ранее там работала техника, которая частично повредила захоронение. На месте раскопок обнаружены старинные изделия, которые направлены на исследование и определение исторического периода. Директор научно-исследовательского института Роберт Гоглоев обратился к населению с просьбой без получения официального разрешения Министерства культуры и научно-исследовательского института не производить никаких раскопок. Гоглоев также обратился к журналистам не публиковать непроверенную информацию. Несколько дней назад к нам обратилась владелица строящегося дома, что вот так и так там что-то обнаружено, и мы должны были посмотреть. Посмотреть визуально. А до этого уже частично Нелли Георгиевна с своими сотрудниками, плюс еще с несколькими студентами, они постарались немножко прочистить. Там была каменная выкладка над погребением. Когда Коклаван был в Вире, почти в середине там обнаружились кости, на основании чего к нам владелица обратилась. Там была обнаружена сердоликовая бусина, бронзовая булавка, где-то сантиметров 17, где-то сантиметров 12-10-12. Бронзовая, для скрепления одежды. Но судя по предварительному, по моему заключению предварительному, это эпоха поздней бронзы, переход к раннему железу. То есть где-то в 8-7-6 веках до нашей эры. Первый день лета во многих странах отмечается Международный день детей. С размахом накануне отметили его и в Южной Осетии. Это не только веселый праздник для самой детворы, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы они росли счастливыми и достойными гражданами своей страны. Во Дворце детского творчества прошло необычное торжество к этой дате. Ко Дню защиты детей во Дворце детского творчества прошло праздничное мероприятие. Сотрудники дворца устроили детям настоящий праздник. Была организована площадка «Кастфэс», которая включала в себя различные игры, выставки, а в конце вечера детей ожидал приятный сюрприз. Концерт с участием звезд эстрады Севера и Юга Осетии и творческих коллективов Дворца. Виновники торжества принимали активное участие во всех играх. Веселый художник, перетягивание каната, боулинг. Каждый смог найти развлечение по душе. Наше мероприятие открылась нашим, нашей литровой программой. Это наш «Кастфэс», где наши маленькие детки могут посоревноваться на канате, они могут порисовать, заняться рукоделием. Мероприятие прошло при поддержке компании «Мегафон Южной Осетии». Участники мероприятия, в частности те, которые принимали участие в вернисаже, были награждены. Специалист по связям с общественностью «Мегафон Южной Осетии» Зарина Бижанова подчеркнула, что акция проводится им ежегодно, и этот год не стал исключением. На территории Дворца была организована брендированная зона, где дети имели возможность сделать себе аквагрим. Сегодня в рамках праздничных мероприятий Дворца детского творчества «Вместе дружная семья» от нашей компании мы проводим акцию «Радость детям». На нашей площадке дети могут сделать аквагрим, получить шары, подарок. У нас будут аниматоры, различные развлечения. Также, конечно же, сегодняшний день посвящен детям, и мы будем вручать памятные подарки всем лучшим авторам картин вернисажа, которые представлены на площадке. Замминистра образования и науки Республики Элиса Гоглоева поздравила всех собравшихся с праздником и пожелала детям счастья. «Я пожелаю нашим детям, всем детям земли, чтобы они жили в мире, в достатке, в любви, среди семьи своей, ощущая плечо каждого члена своей семьи. Праздник покорил сердца детей, они с удовольствием делились впечатлениями. Мне очень нравится сегодняшний плавник. Пока что ничего я нарисовал, но сейчас хочу нарисовать. Это вы все сами нарисовали? Нет, нам нужно дорисовать. Я дорисовал ухо Микки Мауса. Весь сегодня мне очень. В заключении мероприятия «Звезды Севера и Юга Осетии» представили фееричную концертную программу, где активное участие принимали воспитанники дворца. Праздник в честь Международного дня детей отметили в селе Хитагурово Цхинвальского района. Сотрудники сельской библиотеки и Дома культуры организовали для детворы веселый красочный праздник. В мероприятии приняли участие школьники и детские творческие коллективы. Эльвира Тибилова продолжит тему. Во всей республике продолжают проходить праздничные мероприятия ко Дню защиты детей. Так, в селе Хитагурово Цхинвальского района отметили детский праздник. Пригласили на мероприятие детей вместе с родителями и гостей из отдела культуры Цхинвальского района. Организовали мероприятие сотрудники сельской библиотеки и Дома культуры. Праздники приняли участие школьники и члены детских творческих кружков. Дети исполняли известные всем детские песни, стихотворения и сценки. Показали свое мастерство в национальных танцах. Такие мероприятия, отметили организаторы, являются для детей хорошей возможностью выступить перед большей аудиторией и поверить в свои силы. Стоит отметить, что Хитагурово всегда принимает активное участие во всех государственных праздниках и мероприятиях, а местные дети являются участниками республиканских олимпиад и творческих конкурсов. Эльвиря Дебилова, Александр Кочиев. Информационный выпуск сегодня. Накануне на сцене Югостинского госдрамтеатра состоялась премьера спектакля «Дон Жуан». Режиссер-постановщик Казбек Джилиев. Полный зал восторженных зрителей говорит о большом успехе. Ежедневные изнурительные репетиции в течение нескольких месяцев в итоге прекрасный результат. Внимание заслуживают и перевод настинский язык, сценография, музыка. Подробности рассказывает Анжела Кукоева. На сцене госдрамтеатра состоялась премьера Малеровского «Дон Жуана». Работа молодого режиссера Казбека Джилиева не оставила равнодушным ни одного зрителя. Кропотливая работа нескольких месяцев как режиссера, так и всеаксерской труппы не прошла даром. Режиссура, сценография, музыка впечатлили всех. По достоинству следует оценить волшебное музыкальное сопровождение и работу художника Давида Найфонова. Знаменитое произведение Жанна Батиста Малера зазвучало и на сединском языке. Это психологическая драма, скандальный образ европейского дворянина, который живет ради своих любовных похождений и утех, которые должны непременно увенчаться победой Лавелласа. Казалось бы, герои произведения являют зрители характерный порог и общество 17 века. Но с тех пор ничего не изменилось. Постановка отображает и проблемы современного мира. Григорий Мамев, он же «Дон Жуан» в этой роли, был совершенно другим, не похожим на своих предыдущих персонажей. Он признается, что добро и зло всегда соперничают, но уверен, что побеждают всегда добрые дела. Григорий отметил колоссальную работу режиссера. Григорий Мамев, «Дон Жуан» в этой роли. Григорий Мамев, «Дон Жуан» и персонаж, достойный более детального разбора. Бесподобная игра Эдуарда Гоглоева в роли этого персонажа прекрасно передает зрителю чувство, что Сгоранель служит своему хозяину не за совесть, а за страх. Специально для этой роли Эдуард Гоглоев перекрасился в лежит цвет. Его образ в роли Сгоранеля зритель запомнит надолго. На примерный показ в Южную Осетию приехал молодой и талантливый актер Северо-Осетинского академического театра «Заурбек Токати». Однокурсник Григория Мамева специально приехал посмотреть на его игру. То, что он увидел, превзошло все его ожидания. В этом году он увидел, что он увидел, что он увидел, что он увидел. Он увидел, что он увидел, что он увидел, что он увидел. Не смотрел, что он увидел это. Если оно увидело, что он увидел, что предуп Сергей Мамев, И еще, и еще. Хоржи актер-то, Айва актер-то, Курдячин актер-то. Спектакль произвел большое впечатление и на зрителей. Честно говоря, очень ждала этой премьеры, потому что было очень много положительных отзывов. Мои ожидания превзошли, ну, мои впечатления превзошли все ожидания. Я хочу сказать большое спасибо Казбеку Джили, в первую очередь. Потому что в таком возрасте вы так профессионально поставили спектакль, и я получила колоссальное удовольствие. Яркие впечатления у меня остались от спектакля. Порадовала то, что было задействовано очень много людей. Бесподобные костюмы. Сценическое оформление тоже мне очень сильно понравилось. Музыкальное оформление. И вообще всем актерам огромнейшее спасибо. Ну, такие необычные для нашего театра эмоции я испытала. В общем, всем я благодарна, особенно режиссерской мысли. Только что с ним познакомилась. Огромные ему приветы. И спасибо ему большое за такую работу. Перевод произведения на сетинский язык получился очень доступный и легкий. И осуществил его тот раз, что каев репетиции проходили по пять часов в день. Казбек Джилиев, главный режиссер Дегорского театра, является выпускником Остинской студии Театрального института имени Бориса Щукина. На счету Делева постановки в Дегорском театре. «Не говорите, что не слышали» Гогоева, «Сон в летнюю ночь Шекспира», «Пришел мужчина к женщине Злотникова», «Женихи Тукаева», а также оперетта «Баби Бунт» Птичкина в Национальном государственном театре оперы и балета «Северная сеть». Кроме того, дипломная работа Казбека Джилиева спектакль «Жил был пёс» становилась лауреатом 13-го Международного молодежного театрального фестиваля «Левый берег» в двух номинациях «Лучшая режиссура и лучшая мужская роль второго плана». Анжела Кукоева, Региня Черткоева, Александр Кочи, Фатима Кумаридова. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова